Как мы уже говорили, мы находимся в очень интересную эпоху. Юд Шват знаменуется тем, что в нем произошло великое событие, которое поменяло всю еврейскую историю. В 10-й день Швата в городе Нью-Йорке скончался предыдущий любаверский рэбэ Раяц, рэбэйну Юсеф Ицхак. Он славился тем, что стоял и выстоял один с помощью своих солдат, с помощью своих хасидин, что не обращали внимания, не считались ни с какими угрозами и ни с какими опасностями. И выступил он против такой державы, как Советский Союз. Ну, естественно, как обычно, во главе всех этих гонений стояли наши соотечественники. Что это тоже очень важная деталь. Это повторяется в каждом поколении, и мы должны это учесть. Главное назначение наших уроков — это чтобы мы сумели привести в жизнь всё то, чему нас учит Тора. Просто привести в жизнь. Как это переводится в каждодневную жизнь. Ведь, может быть, человек выполняет заветы, выполняет митвот, но он выполняет этот митвот, как его учил отец, и как он привык, и так далее. Но не больше того, не проникает в его внутреннее сознание, в его эмоции, в его эмоциональную часть. Чувствует, что это так, как он чувствует солнце, как он чувствует родителей, как он чувствует все блага, которые ему нравятся вокруг него. Именно вот так должно проникать это в человека. Это трудно. Ведь если мы помним, что написано с самого начала, после потопа, что сказал Всевышний, Всевышний сказал, больше я потопа делать не буду. Потому что человек не виноват. Я его сделал таким. Он от рождения находится в нем злое начало. Но, с другой стороны, именно вот в эти дни сейчас мы видим, что человек может черпать свои силы именно от другой души. Не только от злого начала. Злое начало у него должно идти на то, что, на ощущение голода, холода, жары и так далее. Все физиологические чувства человеческого организма. Кровь должна быть в порядке, сахар должен быть в порядке, сон должен быть в порядке, физической культурой нужно заниматься. Ту часть, которую составляет вот эта животная душа, мы должны полностью воспринять. А потом имеется еще одна часть, которая к человеку приходит чуточку позже. Он рождается в нескольких частях. Это божественная душа. Она, начиная приходить от совершения обрезания, восемь дней, полный ее вход и воссоединение с телом человека, это происходит, когда ему бармитсва, у мальчика, полностью тогда одевается душа в тело, вот это божественное, или у девочки, когда ей 12 лет. Он пронизан со всех сторон божественности. То, что Всевышний дал злое начало человеку, он это дал для того, чтобы вот эти препятствия, шлагбаумы, которые ставятся перед человеком в течение всей его жизни, это для того, чтобы возбудить в нем больше силы, чтобы в нем проснулись, которые находятся в душе. А эти силы в душе, они безграничны, потому что божественная душа, она является частью Бога, так как ребенок является частью Отца. Это одно неделимое целое со Всевышним. Силы и энергии там безграничны, но чтобы вывести их в каждодневную жизнь, чтобы пользоваться ими, само по себе недостаточно. Для этого нужно заниматься службой, которую нам дал как инструкцию Всевышний. И там ясно указано, что делать для того, чтобы мы проявили в себе вот все заложенные в нас энергии, чтобы это вышло в правильную сторону. И чтобы это вышло в такой форме, чтобы мы могли это использовать. Обращаем внимание на все происходящее вокруг нас, наблюдаем, анализируем и пытаемся из увиденного нами внять то, что помогает нам служить Богу. Великий Балшемтов сказал так. Каждую вещь, что человек видит или слышит, это сделано для того, чтобы он этим служил Всевышнему. А как служить, это он должен искать. Для этого у него имеется какая-то логика. Когда предыдущий Рэбе скончался, его место занял сегодняшний Рэбе наш. Ромаш, тогда его так называли, роднонахен Шнейрсон. Предыдущий Рэбе являлся тестем сегодняшнего Рэба. И Рэбе продолжил всю деятельность тестя и, в принципе, всей династии Шнейрсонов. Продолжил, не считая ни с чем и ни с какими преградами. И он всегда говорил, что преграды нужно перепрыгивать сверху, а не проползать под ними снизу. Рэбе говорит, тот Рэбе Мараш, что надо с самого начала не пытаться идти снизу, а идти сразу перепрыгивать. Перепрыгивать над всеми трудностями этого нет. Надо быть над миром. Мы должны диктовать действия происходящего. Они должны диктовать нам, и тогда мы ищем условия, как сохраниться. Нет. Мы должны всегда быть сверху и вести за собой события. Тут очень интересно. Баа Шемеш вазараха Шемеш. Так написано в Киэлоте. И зашло солнце. Вазараха Шемеш. И взошло. Тут был заход, а тут сразу после захода случается восход. Вечером солнце заходит, и что? Останавливается мир? Нет. Есть восход. Утром начинается жизнь. С намного большей мощностью относительно нас, относительно следующего дня. И мы находимся в этом дне. Мы находимся в том состоянии, что на нас возложена задача, я бы даже сказал, вот эта честь, совсем не по нашим заслугам. Мы являемся седьмым поколением по счету от Алтар-Ребе. Наш Ребе был седьмым Шнеерсоном по счету Алтар-Ребе. Все седьмые, они любимы. Это началось со счета от Аврагама Вину. Аврагама Вину был первый еврей и первый цадник, который должен был вернуть желание Всевышнего продолжить мир. Он это сделал. А Всевышний, когда у него взошла идея сотворить мир, его цель была сразу определена. Он хотел этот мир здесь, в нижних мирах, в этом мире, в котором мы сейчас находимся, улам-азе. Это наш мир, вот этот мир. Вот этот материальный мир, где все божественное скрыто. Где само существование зависит от того, что не видно, что это Всевышний. Не видно никакой энергии. Когда мы смотрим на любое существительное, одушевленное или неодушевленное, на растение, что мы видим? Мы видим, как это само себя сделало, как это существует само по себе. Мы не видим никакой божественной энергии. В этом находится весь секрет образования миров. Секрет, что Всевышний не должен открываться. Он все должен делать, чтобы было скрыто. И вот эта скрытность дает нам то существование и то чувство, что мы есть, мы находимся. Мы есть. И вот есть наши соседи, и наша семья, и все вокруг нас. Еще как есть такие могучие державы, и все, что происходит. И отсюда потихонечку развилось и распространилось вот это мировое зло, которое внес тот змей, который был в Редомском саду. Он ввел это в Хабу. Продолжалось и развивалось. Ева передала это Адаму. Какое это имеет отношение к Ют-Швату? Предыдущий Ред написал Мамар. Мамар это особый такой научный труд, который Хасидим должны были изучать на 10-й день Швата в субботу. И в эту субботу утром пришли люди в Синагогу изучать это в Бруклине, учить этот Мамар и вдруг узнали, что Ред не стало. То есть это связано с его восходом выше, с заходом солнца. Но после его захода встал второй Ред наш сегодняшний Ред который как ни странно оказался седьмым. А все седьмые любимые. И он нам это подчеркивал все время. Что мы последние. И мы должны вернуть шхину с неба на землю. Что это значит? В этом Маймере, который мы изучаем все время, и Ред говорил каждый год много таких Маймерей, там есть о чем задуматься. И там Ред говорит так. В Медраше написано Батя Лагани я пришел в свой сад. Когда он пришел в свой сад, когда он сотворил мир. Ох это какой был сад. Весь мир не было ни зла, ничего плохого, никаких намеков на что-то злое. И там были хорошие фрукты приятные, приятные на вид и приятные на вкус. И все творение там было. Там было не только растения, там были животные, чего там, все, что было, было там. Человек был создан на шестой день. Все остальное уже было готово для него. Полностью все, что может быть хорошее и приятное в этом мире было сотворено до того, как был сотворен человек. И он пришел на все готовое. Единственное, что ему было сказано, указал ему Всевышний, единственный запрет, он ему сказал, все, что есть в этом саду вокруг тебя, все ты можешь кушать. Но там есть дерево, познание зла и добра не нужно кушать. Оно запрещено. Именно познание зла. Иногда, когда человек знает что-то злое, это к нему липнет. Как человек, который видит фильм или кино или постановку какую-нибудь есть зло. Я помню, когда мы ходили в кино в детстве, в кинотеатры и в ЧУЗ, потом после этого переигрывали между собой дети. Так, так, ты красный, я белый, или наоборот, ты немец, я русский, я советский, я партизан, а вы нацисты. И вот так это все липнет к человеку. Это входит очень-очень глубоко. И потом трудно от этого отделаться. Поэтому все, что связано со злом, даже когда это еще не оформлено так, когда это еще совершенно без формы, оно запрещено Турой. Оно запрещено нашей религиозной наукой и хасидизмом. Все наши познания, что мы знаем, как я уже сказал, можно искать, как использовать их в правильной службы Всевышней. Без этого не бывает. Человек, как он дышит, не может дышать без воздуха, без кислорода. Вот так же, когда мы идем по улице, мы что-то видим, слышим что-то, это должно быть, в конечном итоге, должно помочь нам служить Всевышнему. Вернемся к этим дням. Ухасидин говорили, что когда мы ездили на праздники Креме, были там месяц, в разное время года, обычно это было в седьмом месяце тысячи, праздники Роша-Шана, Йон-Кипур, это такие богатые праздники, сукот. и тогда говорили, ну все, побыли мы сейчас там месяц, возвращаемся домой с чемоданами, и приехали домой, надо распаковать эти чемоданы. Что мы там взяли, что мы там видели, что мы там слышали, чему мы там научились, что может нам помочь выйти из недоброго состояния и вспорхнуть наверх, что может нас вывести из каких-то депрессий небольших, и чтобы мы стали веселыми и поняли все недры нашего назначения и все внутренности нашей жизни. Это так и говорили, надо распаковать вот эти чемоданы, что мы привезли с собой. Так сейчас мы выходим из вот этих дней Юдшват, Юдаловшват, и желательно, чтобы мы распаковали то, чему нас это учит. Я остановлюсь на некоторых деталях из всего этого большого учения. Есть там такой момент, что всевышний говорит Батти Лагани, я пришел в свой сад, и тут же Медраж говорит Икар Шхена Батахтони Майта. Главная часть Шхены находилась в нижних мирах, в нижнем мире, в нашем мире. Это было вот этот Ганейден, все, что было в Аханне. А что это значит, центральная часть Шхены? Это значит, центральное ее назначение. Шхена от слова Шхен, Шхен он находится, восседает, возмещается. Шхена была здесь. Что значит Шхена? Шхена это значит главная цель Всевышняя в создании миров было его желание находиться тут, вот в этом нашем материальном мире. А потом, что произошло? Произошел грех первого человека от влияния мхабы. Как у человека иногда бывает, он что-то стремится к чему-то, есть у него большое желание что-то сделать, и вдруг он сталкивается с тем, что это против его желания. И тогда он немножко остывает. Он на секунду замораживается и уходит от этого. Его желание уходит. То же самое было там. когда согрешили, то желание ушло, шхена поднялась наверх. Поднялась до такой степени, что она эту землю уже вроде бы оставила и ушла чуточку выше. Куда она ушла, приводится такой пример, что у нас есть семь небес. После первого греха ушла на седьмой небосвод, на самый последний, а потом поднялась еще выше, впоследствии грехов, которые были совершены Божьей. И так до того, как она ушла на самое высокое небо. То есть отдаляется, отдаляется желание Всевышнего продолжать содержать и оживлять эти миры наши. пока не пришел седьмой. Седьмой по счету вождь наш, наш праотец Авраам. Он пришел и он тут же своим поведением, которое в основном заключалось в том, что никогда не возникали у него какие-то сомнения, не возникали у него вопросы. Вопрос это затмение, это препятствие какое-то. Тебе хотят остановить. Он никогда не остановился перед чем. Сказал ему Всевышний возьми своего сына и приведи его в жертву. пошел раз-два, не раздумывал много. Тут же это сделал быстро, с особой быстротой. Об этом говорится очень много. И вот эти качества Абраама послужили тому, что шхина сошла с самого высокого небосвода на одну степень ниже. Опять ближе возвращаемся к тому, что она должна находиться здесь, в нашем мире. Потом встали еще цадыки, потомки его, цадыки, которые продолжили его путь. И потихонечку это сошло в первую степень, потом вторая ступень, и так дошло до шестой степени, пока не пришел Моисей, седьмой ад Абрахама, и он снял шхину сверху опять в нашу землю. Это сказывалось в двух явлениях. Одно это было Матан Тура, на гору Синай явился Всевышний, и весь народ принял Тору, а до того времени говорит Медраж, верхние миры должны были быть сами по себе, а низкие миры должны были быть сами по себе. То есть нельзя было этим подниматься, а тем опускаться. И вместе с тем пришел Моисей, была Дана Тора, и сейчас они соединились. И кто это начал? Начал Всевышний. Опустился Всевышний на гору Синай. Он не ждал, когда нижние поднимутся наверх. И когда он давал Тору, он сказал Я твой Бог. Он обратился в единственном числе. То есть каждый еврей отдельно получил Тору. Это нужно хорошо учесть, и стараться провести жизнь. Тора, все ее месиводы даны одновременно всему обществу, но каждому отдельно. Каждый отдельно отвечает за выполнение возврата Шхины на землю. Это ботан-тура. А второй момент это строение нишкана. нишкан это переходный храм, который был в пустыне. Он разбирался, целая наука была его построить, его разобрать. И где евреи ходили по пустыне, они его восстанавливали и приносили там жертвы. А что значит приносить жертвы? Жертвы это животные. овцы, козы, коровы, естественно, все кошерное. Что это значило? А это мы возвращаемся к тому, что в каждой вещи есть нитсуцот. Нитсуцот есть духовная энергия, которая снизошла из больших больших вершин и опустилась до самых неизменных вещей. вот до элемента материального. И вот эти искры дают жизнь этому животному и когда этот животный приносится в жертву стоящая митва, то тогда что происходило? Ложили на жертвенник и опускался огонь с неба. Люди видели своими глазами каждый день в течение десятков лет, когда был этот мешкан, а потом когда был храм, и все это восходило, сгорало все и восходило в небеса. Но все это на самом деле происходило в духовном смысле. Все восходило туда, куда это пришло. И там оказывалось, что вот эти духовные элементы божественной энергии оказывались вдруг на более возвышенном месте чем это было раньше до того как они опустились в этих баранов и коров. Я сейчас вспомнил интересную историю. Был большой цадик, был скрытым цадиком. В молодые годы был шохотом. Был очень святой человек. Было время, что им надо было проходить по лесу, чтобы идти в ту деревню, где он должен бы резать в тот день коров. И однажды, когда он шел по лесу, вдруг на него носили дикие птицы, дикие петухи. Он сначала испугался, а потом вдруг он видел, что они ложатся перед ним и поднимают горло. В таком движении, перед тем, как резут, курицу затягивает голову. И они сами ложились перед ним. Они находились в лесу, на дикой природе, они ощущали божественность больше, чем в другой обстановке. У всех у них есть желание возвыситься, подняться выше. Им ничто не мешает это чувствовать. Это их значение. Наш Ребе сумел вот в этой ситуации сделать так, чтобы не осталось ни одного места в мире. И это все благодаря тому, что взошло солнце. У нас это не кончается. Жизнь не кончается. Если есть заход, то есть восход. Мы сегодня сталкиваемся с очень интересной вещью. В Геваре, в трактации Сота в самом конце указана особенность нашего поколения. Наше поколение особенно тем Пнеадорки 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 Лицо или великое поколение как лицо морда собаки. Что это за сравнение? Там есть много деталей, что дети не слушают родителей и не уважают никого, не посчитают ничего, нету больше наук религиозных и так далее. А почему именно выбирает Талмуд Пнеадорки Пнеадорки приводится такой пример, что собака обычная такая грамотная собака она всегда бежит впереди хозяина и если там они едут на какой-то телеге или карете или что бегут такие сторожевые собаки спереди пока они доходят до перекрестка. Дошли до перекрестка она останавливается и начинает смотреть назад что скажет хозяин она не может выбрать куда идти вправо влево или прямо она останавливается и поворачивает голову назад пример это таков что настоящий вождь лидер никогда не смотрит назад он сам знает дорогу он знает он познает понимает куда нужно идти вот это называется настоящий лидер настоящий вождь предводитель и вот таким был у нас Моисей о котором мы много читали много слышали а потом мы видели своими глазами нашего рэбе рэбе был настоящим лидером все вопросы что ему задавали он отвечал моментально отвечал на все и отмечал очень ясно он предвидел все что сегодня происходит в мире и предупреждал он говорил не начинать переговоры так называемыми палестинцами вообще потому что каждое соглашение наше вести переговоры это против природы против наших корней против нашего существования мы питаем свою энергию земли соки земли даны нам а мы берем это перерезаем ведем с ними переговоры взять обитованную землю и вернуть кому вернуть у них забрал всевышний дал нам но мы ведем переговор и думаем что это приведет нас к чему то какому нибудь миру это никуда нас не приведет это приводит нам только к большим потерям во всех областях начиная от потери жизни сколько жизни нам стоили все переговоры и смотрите куда выкатился сегодня мир то что в конечном итоге все уляжется и все станет в нашу пользу потому что весь мир создан для того чтобы было хорошо Торы и хорошо евреям для них это создано для блага когда я говорю ради Торы то первое это в слове брышит в первом слове сотворения миров так там написано бешвил и сраэл бешвил и от Тора Тора когда я говорю это имеется ввиду не только для евреев Тора для всех дана Тора дана всем народу есть разница в выполнении завета который наложил Всевышний на на евреев и которые он наложил и велел выполнять другим народом но все это есть в Торе мы не должны чуждаться других народов если тебя пришли убивать не жди в Торе написано когда тот кто пришел тебя убивать встань и убей его не просто встань а встань раньше и убей так написано в Торе а впереди его впереди его когда только знаешь что он хочет тебя убить я помню это было после шестидневной войны когда была афория в Израиле что мы победили и как победили никто не вдумывался чем мы победили какое это было чудо что это Всевышний нам дал просто так дал без того что мы заплатили что-то победили это было невозможно вокруг нас были такие армии и мы победили и когда Ребе говорил это было где-то в 70-м году в 69-м я не помню Ребе кричал посмотрите что там делаете сейчас в Египте и в Сирии посмотрите на те ракеты которые заводят туда Советский Союз чего вы ждете пока эти ракеты будут установлены пока наши самолеты не смогут подняться тогда основной удар израильской армии заключался в его авиации и что стало кто-то прислушался к его словам а это было везде во всех во всех газетах это было напечатано и посмотрите сколько жизни это нам стоило сколько жизни легендарным нашим летчикам стоило это тогда все ракеты противовоздушные были они успели это установить а главное почему потому что наши мещанские а именно мещанско галустичные те ощущения из галута которые мы привезли в Израиль а галут нам дал не только роскошь нам он дал какой-то страх какой-то боязнь перед другими и вот так сидели скованно и ждали когда уже ударили там убили у нас тысячи тысячи людей в израильской армии молодых парней потому что мы ничего не предпринимали до этого не считая снизу рапортами разведки нашей одна из вещей которым нас учит вот этот Маамар Батя Вагани что есть два вида глупости один вид ниже средней дороги середины правильной мудрой середины а вторая что она выше так вот как раз тогда попали евреи в период власти вот этой нижней глупости что человек теряет логику и отдается полностью какой-то противологичной жизни противологичного поведения и это одно из происшествий которое длилось тысячелетие было сколько евреев было а сколько вышли из Египта 20% евреев согласились уйти из Египта а 80% сказали что им тут хорошо в этом рабстве и они никуда не хотят идти и всевышний должен был их убить так написано в Икраше что он убил 80% евреев вот в эти дни последняя казнь была накат пхорот перед этим была казнь затмения стало темно и вот в период этой казни темноты всевышний умертвил 80% евреев и они не вышли из Египта только 20% потому что они воссоединились со злом согласились быть рабами а евреи по натуре не рабы и никогда ими не были их все время пытаются сделать рабами любыми средствами унизить но они сохранились вот эти 20% вышли то есть о чем это говорит вся последняя логика всех культур вокруг нас иные народы смотрят на нас как на возвышенный народ почитают нас уважают нас считают нас умными светлыми освещающими недавно я слышал лекцию одного арабского деятеля из Египта я уже не помню откуда в переводе на русский язык он говорит вы задумайтесь палестинцы и все арабы сколько у вас есть ученых которые получили Нобелевскую премию сколько есть среди вас ведь нас тут сотни миллионов он говорит а вот тут сидит клочок евреев здесь в Израиле и еще клочок где-то в других странах посмотрите сколько есть людей то есть каждый со своей стороны со своим анализом своей грамотностью смотрит на евреев как на что-то возвышенное кто порочит им кто ставит им подножки это мы сами дни Ючват чтобы мы возбудили в себе идти наперекор в логике если логика говорит слушай давай раз революция требует от нас они же пришли в власти сейчас если они требуют от нас чтобы мы нарушали субботу и ходили работали в субботу и совершали субботники и чтобы наши дети ходили в эти нечистые школы и ведь написано написано в Талмуде что если тебе угрожает опасность хотят забрать у тебя жизнь и говорят нарушь еврейский закон или мы тебя убьем есть только три момента когда ты можешь дать себя убить один это когда тебя заставляют поклоняться идолу второе когда тебя заставляют под угрозой того что тебе отрубит голову совершать общение с замужней женщиной либо женщину замужу с мужчиной и если тебя заставляют убить другого человека или мы тебя убьем или ты убей его вот тогда ты должен дать себя убить а если тебя просят нарушь субботу или нарушь еще что-нибудь в этом роде любую митью не дай бог нельзя давать себя убить надо нарушать тогда ты сумеешь когда ты выйдешь из этой ситуации ты сумеешь продолжать соблюдать дальше нарушь одну субботу чтобы сохранять много суббот а мы видим из поведения предыдущего рэбэ мы видим что это не так нужно искать во всем к чему это приведет предыдущий рэбэ видел что если мы согласимся участвовать во всех мероприятиях советской власти так мы уйдем до степени вот этих трех запретов зачем доходить до этой степени нужно остановиться сейчас и сказать нет мы уже сейчас переходим в стадию потери логики нет этой логики что не выполняй одну субботу чтобы исполнять новую субботу а так тебя убьют потому что это может привести к тому что ты вдруг окажешься без ничего совсем вот это именно затея сатаны сатана никогда не приходит через яйца в горах через вот это злое начало с тем чтобы ты так говорит геморраг что слушай давай совершим вот такой грех давай совершим нет давай пойдем поменяем нашу веру изменим наши религии он это не говорит никогда он начинает с того слушай вставай чуточку позже зайдем себе таким усталым будешь молиться лучше постепенно постепенно подходит к нему совсем мило как подошел змей к Еве между прочим насчет Евы я хочу сказать что в хасидизме говорится что когда Всевышний говорил Адаму что мы не ели запретного дерева Ева еще не было тогда она этого не слышала если бы она это слышала лично своими глазами ушами этого бы не было и кто нам это открыл это нам открыли на горе Синай когда на горе Синай Всевышний сказал Моисею почему тагид тагид это от слова гид гид это вена жила вена жила это самый прочный материал который есть в организме трудно его победить и этот евреям мужчинам говори обращайся к ним именно такими словами очень тяжелыми острыми словами а к женщинам говори гладко говори вежливо говори нежно потому что женщины воспринимают все на голову где мы это видим моментально когда евреи после получения Торы не дождались Моисея на 39 день они пошли и стали грешить и создали себе нового Бога и собирали золото вылили золотого теленка а женщины не отдали ничего они брали все что что было у мужчин а женщины не соглашались их не было в этом и потом дальше была история со шпионами с разведчиками что пришли и сказали что Израиль нам не по силу взять не идем на Израиль женщины в этом участии не понимают говори опять-таки все говорили в тот момент когда евреи вышли из моря раскрыли глаза и начали петь песню какую песню тогда воспел Муше с сынами Израиля песню эту Господу и так сказали они воспою Господа вознесся он насильными коня вместе со всадником из низверг в море вопрос кто пел один человек или весь народ и тут начинается как все в нашем Талмуде в нашей Торе это обязательно чтобы были разногласия из разногласия выходит правильный плод есть несколько толкований кто пел и как пел одни говорят Моисей пел а евреи повторяли за ним другие говорят что Моисей говорил каждое слово а евреи повторяли за ним как мы говорим в молитве а евреи он говорит что это было как как в синагоге когда читают в то время было что один говорил шма израил а другие повторяли за ним каждое слово и вот эти все разногласия сводятся к тому что Моисей участвовал во всем не просто участвовал а он был главным но для того чтобы быть приближенным к нему нужно было на самом деле не чувствовать больше себя как отделенным от Моисея от мужчин а наоборот быть привязанным к нему до конца привязанным чуть ли не одно с ним липнуть к ним и все это делалось Моисеем Моисей вот эту энергию вливал во всех евреях это говорит нам все евреи были одним целым и прикрепленным к Мушер Абену и они все вместе пели пели вот эту песню возвышающую Всевышнего восхваляющую Всевышнего вот это восхваление будет продолжаться до конца дней и продолжается каждый день молимся эту молитву и она будет продолжаться на этой неделе у нас будет Тубешват Тубешват это один из четырех еврейских новых годов у нас есть новый год деревьев растений и эти деревья дают нам тоже какие-то поучительные качества за счет чего растет дерево дерево растет за счет своих корней за счет соединения с землей а когда дерево выросло мы же корни не видим все плоды дерева происходят от корней и это символизирует дает нам поучение что мы должны сохранять свои корни нам нельзя уходить от корней держаться за них любой ценой до месерут нефеш то самое пожертвование что бы это ни было мы должны находиться в той сфере что находится над всем что нету нету у нас традиции или митва или что-нибудь такое чтобы это чтобы мы не отдали за это свою жизнь мы должны стоять на всем одинаково серьезной железной стеной самое главное мы должны понять что нас это учит что нельзя отрываться от корней кеадам так написано в Торе кеадаму эсасаде ибо человек он дерево в порле до свидания нету